МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Человек и автомобиль". Технический прогресс соединил их прочно и надолго. И это создало свои радости, свои проблемы, свои трудности. Не последнее из них психологическое. Не отстать, догнать автомобиль в его техническом совершенстве. Во всем, что связано с ним, оказаться на уровне поставленных веком задач. Директор Научно-исследовательского института автомобильного транспорта профессор Иванов все время находится в гуще жизни, на самом оживленном перекрестке автомобильных проблем. И вот в таких достаточно сложных городских условиях встречаются как бы четыре интеллекта, от которых зависит количество дорожно-транспортных происшествий. Это интеллект водителя, это интеллект сотрудников, организующих все это сложное движение, это интеллект пешеходов и интеллект людей, создающих автомобили. Попробуем воспользоваться предложенной нам интеллектуальной формулой перекрестка. Напомним друг другу, что интеллект — это способность рационального познания мира. И перейдем непосредственно к пешеходам, ибо из них вышли и конструкторы машин, и организаторы движения, и сами автомобилисты. Это значит, что интеллект пешехода самый высокий. Но обратите внимание, как нередко его познание мира отличается нерациональностью. Пешеход всегда спешит. Пешеходу вечно некогда. Пешеход всегда занят. И даже свою порцию мороженого он предпочитает, не теряя времени, съесть на проезжей части. Отчаянный человек, пешеход. И не случайно больше половины всех дорожно-транспортных происшествий происходят по его вине. Но когда сотрудник ГАИ откровенно сообщает ему об этом, пешеход улыбается. И ничего странного. Он твердо верит в свое бессмертие. Пешеход, тормози первым. Твои тормоза надежнее. Да, совершенствовать свои тормоза пешеходу не надо. Нужно только умело ими пользоваться. А вот что касается тормозов автомобиля, здесь дело сложнее. Достичь полного совершенства никому еще не удалось. Но интеллект конструктора упорно ищет. И не только по части тормозов. Рационально познавая мир автомобилей, конструктор находит все более безопасные варианты кузова. Рулевой колонки, лобового стекла, привязных ремней. Здесь, на испытательном автополигоне, вытряхивают душу из одних машин, разбивают другие, выжимают из машин все, что они могут дать. И даже более того, чтобы потом на дороге страны выходили такие могучие красавцы, как этот КамАЗ. До старта осталось 30 секунд. День, четыре, три, сто, один, шел! А это, в общем, тоже испытание. Авторалли. Эти машины, которые мы сейчас видим, на дорогах Эстонии. Но все мы помним ралли Тур Европы, ралли Лондон-Мехико, ралли Лондон-Сидней, принимая участие в этих гигантских марафонах, советские гонщики не только принесли всемирную славу нашим москвичам и «Жигулям», но и помогли конструкторам сделать эти машины еще лучше, еще совершеннее. Субтитры создавал DimaTorzok Что же получается? Интеллект конструктора настойчиво стремится увеличить скорость автомобиля, а интеллект работника ГАИ не менее настойчиво стремится ее ограничить. Нет ли здесь драматического противоречия? Нет. Скорость – это возможность маневра, возможность быстрого выхода из критической ситуации, а ограничение скорости – важное условие безопасности движения. Но если оно не соблюдается, если водитель, несмотря ни на что, идет с превышением, между прочим, водителю тоже всегда некогда, водитель тоже всегда спешит, и он тоже отчаянно смел. Да, эту смелость города не берет. Из-за этой смелости городу приходится брать на себя много лишних и нелегких забот. Субтитры создавал DimaTorzok И сколько терпения и профессионального мастерства, сколько технических средств требуется работнику ГАИ для расследования происшествия. На каких же бешеных скоростях должен работать интеллект организатора движения? КОНЕЦ Сколько педагогического таланта в сочетании с новейшими средствами контроля скоростью он должен проявить. Сколько изобретательности в поисках средств наглядной агитации, чтобы в диалоге с водителем отстоять и укрепить свои позиции. Вот этот водитель, например, твердо уверен, что 60 километров — это не скорость века. И не только он. Водители этих машин тоже так считали. 60 — все-таки это мало. Конечно, мало. Мало, конечно. Для профессионала это очень мало. 60 километров. Абсолютно мало. Если, конечно, кто бухгалтером работает, сидит он весь день, конечно, для него 60 километров нормальная скорость. Профессионалы и любители с опытом, они, конечно, есть. Нормально, даже с превышением скорости. Знают, как едет. Итак, скорость — ее превышение, ее замедление. Но кроме скорости есть еще и этика водителя, без которой автомобиль уж никак не догонишь. Вот что говорит об этом начальник ГАИ города Москвы генерал-майор милиции Алексей Петрович Ноздряков. В наш век автомобилизации, безопасность на дорогах все больше зависит от поведения самих участников движения. Наряду со строительством магистралей, оборудованием их светофорами, подземными переходами, дорожной информацией необходимо улучшать воспитание взаимной вежливости водителей и пешеходов. Всех этих людей собрал на лекцию милицейский свисток. Это нарушители. Я считаю пока, что, если так вот, я наездил уже 100 тысяч километров, и в основном по Москве. Я считаю, что водители гораздо на голову, на три порядка выше относятся лучше к пешеходам, чем пешеходы к водителям. Какое глубокое заблуждение бывшего пешехода. Это вот уже у меня такая точка зрения. То есть почему-то пешеход считает, что появившись на проезжей части, это ничего страшного. Но мы все считаем диким, когда машина появляется на тротуаре. Это вообще дикость. А вот это уже правильно. Ничего, на лекции всем все объяснят. И про правила, и про нарушения. Ах, если бы непреложные истины так же легко усваивались, как повторяются. По крайней мере, водительский интеллект от этого бы не пострадал. Итак, водители. Как и пешеходы, они очень разные. По возрасту, полу, образованию, характерам, настроению. Как и когда они решаются стать водителями. Может быть, еще в детстве, попав с отцом на такую вот лекцию. А может, получив в подарок свой первый в жизни автомобиль. Или уже в зрелом возрасте, увидав, как проходит перед ним живая история отечественного автомобиля. Вспомнив молодость, ну как не тряхнуть стариной. А может, микроб автомобиля. проникает в душу нашего современника, когда на его глазах машина превращается из товара в средство передвижения? Или когда, прильнув к окну еще не открывшегося поутру автомагазина, он внимательно изучает, что там внутри. А потом, потом глубоко задумывается, купить или не купить. Обратите внимание, какая тяга наметилась в наши дни к автомобилю. Кто они, эти люди? Рабочие, колхозники, служащие, военные. Вот они придирчиво осматривают будущее своей машины, с упоением проверяют переключатели света, замки дверей, амортизаторы. Они еще не знают, что автомобилист бывает счастлив дважды, когда покупает машину и когда ее продает. Проверяют на месте ли двигатель и не заглядывают на месте ли тормоза. А зря. Да, уверяю вас, автомобиль без мотора гораздо лучше автомобиля без тормозов. Но стать автовладельцем еще не значит овладеть автомобилем. Нужно еще овладеть психологией автомобилиста. И для этого, как минимум, надо научиться ездить. И первые шаги, а точнее первые обороты колеса на этом весьма тернистом пути тоже, ох, как нелегки. Ну, 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 это же не мустанг, а москвич. А вообще, каковы ваши первые впечатления? Такое впечатление, что я куда-то в пропасть не чу. Потому что не знаешь, куда вертеть, куда нажимать, что хватать сначала. Вот впечатление такое страшное. Сегодня впервые полтора километра без замечаний. И приходит время экзаменов. Сперва по правилам движения. Держись и не забывай. Еще не окрепший интеллект водителя. Подсказывай, какие рычажки электронного экзаменатора переключать. Как отвечать на вопросы, чтобы с точностью до одного прокола в талоне предупреждения было ясно, правильно ли ты отреагируешь на сигнал светофора. Не вызовешь ли своим водительским решением гигантской пробки. И не будут ли твои мечты сдать этот экзамен разбитый, как потерпевший аварию автомобиль. Да, здесь на ваших глазах происходит закалка и выверка водительского интеллекта. Сколько страстей, ошибок, удач и неудач. Вот эту смелую женщину вы скоро сможете встретить на улицах за рулем автомобиля. Вообще, женщин за рулем, как вы заметили, становится все больше и больше. Советуем при всех обстоятельствах быть джентльменами и уступать им дорогу. Хотя статистика говорит, что женщины ездят гораздо аккуратнее мужчин. Мужчины говорят, что и статистике свойственно ошибаться. Ошибки, ошибки. Учатся не только на своих ошибках, но и на чужих. Чужие даже предпочтительнее. Их разбирают с особым пониманием дела. Не, так ездят только на верблюдах. Поглядите, он руль дома оставил. Эй, друг, осторожней, на тебя забор едет. Субтитры создавал DimaTorzok И так еще немного волнений, переживаний, удач и неудач, и новый отряд автомобилистов вольется в бурный поток ранее испеченных водителей. Замечено, что первым делом, едва родившись, водитель устремляется на юг или на север, но так или иначе к морю. На этом пути его ждет немало редких радостей. В том числе радость дружеской помощи со стороны незнакомого водителя. Кстати, если уж действительно пускаться в догонку за автомобилем, то без такой помощи в пути нам не обойтись. Но это естественно, ведь человек человеку друг. Говорят, что есть и другие способы уберечься от неожиданных поломок и аварий в пути. Некоторые считают, что счастье автомобилисту приносят собаки. Другие верят в талисманы такого типа. В общем, у каждого свой вкус. Хороший или дурной. Итак, все прелести автомобильного отдыха. Но и здесь мужчина остается мужчиной. И пока женщина погружается в солнечную нирвану, он с не меньшим наслаждением погружается под капот своего любимого автомобиля. А уж если при этом выяснится, что необходимо заменить какую-нибудь деталь, ему срочно понадобится, если хотите, пятый интеллект. Интеллект добытчика запчастей. Или клиента автосервиса. Да, нет счастья без запчасти. И хорошо, конечно, если автомобилисту посчастливится зайти в магазин, который по ассортименту деталей и запчастей уже догнал автомобиль. А если ему с этим делом не повезло, если он попал в тот, который еще не догнал, тогда даже за такой малостью, как вы видите, ему придется ехать на станцию обслуживания автомобилей. Бомберок надо, чтобы вам было легко ремонтировать. Тогда он радость будет приносить. А если у вас винт какой-то потерян, пустяковый, и вы не можете достать, то он вам приносит горе. Прежде всего нужны запчасти. И хорошее обслуживание. Это самое первое. Тогда не будет аварий, тогда будет все хорошо. Я вот забот не знал. В 16 лет ездил. Ничего. Надо сразу сказать, что способ рационального познания действительности на некоторых станциях дает осечку. Найти рациональное зерно в бесконечных хождениях от мастера в стол заказов, оттуда снова к мастеру, от него к слесарю, от слесаря на склад запчастей и так далее, и так далее. Найти, повторяем, рациональное зерно в этом деле нелегко даже автомобильному философу. И все-таки клиенты здесь, несмотря ни на что, не только не теряют голову, но сохраняют порой даже чувство юмора. Обо мне уже говорили по телевизору. Я наехала в мачту светового освещения. Но я была пристегнута ремнями и осталась жива. Машину разбила. Итак, вернемся на интеллектуальный перекресток и снова предоставим слово профессору Иванову. Следует подчеркнуть, что 25% водителей за всю свою трудовую и профессиональную деятельность никогда не попадает не только в дорожно-транспортные происшествия, но и в различные сложные ситуации на автомобильных дорогах. Это уже само за себя говорит о том, что борьба с дорожно-транспортными происшествиями, со смертями на дорогах может быть решена окончательно и бесповоротно. Но для этого требуется одно условие, чтобы суммарный интеллект и интеллект отдельных участников дорожного движения повышался с каждым годом. Чтобы пешеходы были терпеливыми. Конструкторы – талантливыми. Водители – неторопливыми. Регулировщики – предупредительными. А дороги – дороги сливами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова